МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика» в студии Алексей Андреев. Итоги социально-экономического развития подвели в Цивильском районе. В заседание принял участие глава республики. В Цивильском районе отошли от протокола. Вместо казенного зала с трибуны – районный центр развития культуры. В начале совещания – вручение наград. Юбилейные медали получили участники войны. АПЛОДИСМЕНТЫ Подводя итоги 2014 года, исполняющий обязанности главы администрации Цивильского района Александр Казаков отметил, что в районе всегда большая ставка делается на сельское хозяйство. В 2014 году в сельскохозяйственном отрасе по многим парадмахам наблюдается положительная динамика. Чистая прибыль сельскохозяйственных предприятий составила 343 миллиона рублей, или 2,2 с урона 2013 года. Каждая третья семья получили льготные кредиты на сумму более 1 миллиарда рублей для развития личных подворий. Из них только в 2014 году 444 семьи на сумму 112 миллионов рублей. Отмечу, что за последние годы 7 начинающих фермеров района по программе поддержки начинающих фермеров на период 2012-2014 года получили государственную поддержку в форме гранта на развитие крестьянских фермеров на сумму более 7 миллионов рублей. И создали 20 новых рабочих мест. Данная программа продолжится и в текущем году. Цивильский район – один из ближайших к столице республики, что делает его особенно привлекательным в плане строительства жилья. И строительство здесь идет высокими темпами. Сегодня Цивильск получает порядка 140 тысяч дополнительных квадратных метров жилья. То есть, с учетом того, что мы сегодня строим около 27 тысяч, еще на перспективу уже сформированы земельные участки дополнительно на 140 тысяч. Сегодня нормальная здоровая конкуренция создана. Если говорить о том, что три года назад у нас практически одна строительная организация в Цивильске осуществляла строительство квартирных жилых домов, это ПМК-8, то сегодня еще дополнительно три строительные организации уже принимают участие в строительстве. Начали уже строительство и освоение земельных участков, и участие в аукционе. Думаю, здесь в этом направлении перспективы очень большие и радужные. Обсуждение итогов завершилось неформальным общением цивилян с Михаилом Игнатьевым. Жители района задали главе республики немало вопросов, связанных с перспективами развития муниципалитета. Марина Рябцева, Сергей Рябчиков, Республика. Завершилась неочередная 29-я сессия Государственного совета Чувашии. На повестке дня было три вопроса. Была согласована кандидатура нового прокурора Чувашии. Им стал Сергей Легостаев. Ранее он возглавлял прокуратуру Рязанской области. Накануне сессии кандидатура была одобрена членами парламентского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике. Рассмотрены и другие кадровые вопросы. Назначены мировые судьи и члены квалификационной комиссии при адвокатской палате Чувашской республики. Всероссийский стартап Тур-2015 – самый масштабный проект страны по поиску перспективных инновационных проектов. В Казани собралось более 450 молодых предпринимателей и ученых из приволжских регионов России. Десять инноваторов из Чувашии представили свои проекты в сфере информационных, энергоэффективных, биомедицинских и новых промышленных технологий. Особо жюри отметило два проекта. Это «Наноплазм» – технология стимуляции роста новых сосудов Алексея Андреева, разработка установок и аппаратных комплексов для очистки и обезвреживания подсланцевых вод на речных и морских судах, причалах речных и морских портов Сергея Никитина. А Галина Быкова представила проект в новом направлении – инновация для детей. Проект допускался представлять любые. Дело в том, что мы готовили игрушки для детей раннего возраста, направленные на развитие моторики, сенсорики, вот таких чисто прикладных навыков. Поэтому они не носили какой-то IT-характер, были больше направлены на конструирование, какую-то творческую самодеятельность. Ну, нужно отметить, что жюри достойно отметил наш проект. В целом, реакция была очень хорошая, положительная. Мы для себя отметили много важных моментов, нам есть к чему стремиться. И я думаю, что мы не ограничимся конкурсом этого года, а будем также продолжать развиваться дальше в этом направлении. Более трех десятков эпизодов и абсолютная безнаказанность в течение длительного времени. Они работали в команде и успели обогатиться на кругленькую сумму. Жертвами мошенников обычно становились одинокие пожилые люди. Они отдавали все сбережения, чтобы освободить своих близких от якобы грозящей им уголовной ответственности. В Министерстве внутренних дел Чувашии состоялся брифинг, посвященный делу псевдоследователей. Предполагаемым главарем банды оказался 29-летний житель города Берцка Новосибирской области. Из Сибири он звонил жителям отдаленных регионов и представлялся следователем, в руках которого судьба их близких. Затем за деньгами в сумме от 15 до 70 тысяч рублей к потерпевшим приезжали местные таксисты, личности которых также известны следователем. На уловку мошенников попались и жители Чувашии. По интернету находил, какая номерация городских телефонов у нас. И в основном он под последним фактом набирал номерной емкости северо-западного района, которые начинались на цифру 45. И обзвонивал, буквально меняя последние цифры. Примерно за этот период он обзвонил где-то около 370-4 номера абонентских. Получается, где-то он даже был такой факт, правда смешной, что он попал в Московский районный суд. На данный момент подозреваемый задержан и под конвоем доставлен в Чувашию. Еще одно преступление и снова под ударом одинокие пенсионеры. В начале этого года под видом социальных работников две девушки 30-35 лет проникали в квартиры пожилых людей и просили показать им имеющиеся сбережения. Затем ловкие мошенницы отвлекали хозяев и похищали деньги. Таким образом, подозреваемые похитили у двух жительниц Чебоксар около 20 тысяч рублей, а у пенсионера из Канаша более 30. Сотрудники полиции уже задержали двоих подозреваемых и доставили их в республику. Ими оказались жительницы Московской и Владимирской области. Если вина девушек подтвердится, то в ближайшее время их ждет справедливое наказание. Дарина Игнатьева, Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. В Чувашию проходит чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Одной из конкурсных площадок стал Чебоксаровский электромеханический колледж. Соревнования здесь самые многопрофильные. Но объединить их можно по двум направлениям. Электрическое дело и компьютерная технология. Все желающие прошли отборочные испытания. По дисциплинам системно-администрирования и веб-дизайн соревнуются 13 участников. Конкурс достаточно престижный. Конкурсы проходят в нескольких уровней. Хочется, конечно же, выиграть. То есть при достаточном уровне знания и при выигрыше в этом конкурсе, в принципе, можно найти работу по данной специальности фактически в любой организации Российской Федерации. Соревнования проходят в три этапа. На каждом этапе модуля участники получают оценки от экспертов, которые в дальнейшем суммируются. Ну, такие, во-первых, работы нужны, конечно, для студентов, потому что есть, как бы сказать, направления для молодых специалистов, которые должны понимать, для чего они должны подготавливаться. Вот и, соответственно, уже себя подводить под эти необходимые критерии. В сварочном и электромонтажном деле принимали участие студенты молодые специалисты не только из столицы республики, но и из ее районов. Я считаю, что важность очень большая. Как говорят, на сварке держится весь мир, все на сварке. Профессия очень сложная, интересная, и поэтому привлечение молодых людей на эту профессию, востребованную, я говорю, во всех отраслях промышленности, очень важно. И вот проведение вот таких соревнований создает атмосферу соперничества, дает перспективу на будущее, участие в других соревнованиях. Я решил принять участие в этом чемпионате, потому что я захотел проявить свои профессиональные навыки сварщика. Для меня это участие очень важно, но победить хочет каждый, но победит сильнейший. Победа победами, но все же одна из главных задач этих соревнований – повышение престижа рабочих профессий. По словам директора Чебоксарского электромеханического колледжа, данный конкурс помогает студентам понять, правильную ли профессию они выбрали. Этот конкурс по рабочим профессиям, региональный этап чемпионата мира, он способствует тому, что появляется интерес к профессии, это первое. Второе, мы же на этом конкурсе видим, так как эксперты – это работодатели, мы на этом конкурсе видим свои огрехи, работодатель нам подсказывает, и они помогают нам формировать содержание будущих программ. То есть конкурсы помогают нам в перспективе готовить ребят лучше и более качественно, чем это мы сделаем сейчас. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. Мы продолжаем свой рассказ о рабочих профессиях. Повара и кондитеры стали участвовать в фестивале только три года назад, но их активности можно позавидовать. О сложности профессии и ее вкусной начинки узнавала Екатерина Абрамова. Показать навыки поварского искусства на региональном этапе отважились представители пяти районов Чувашии. В течение уже двух дней в техникуме питания и коммерции витают разные запахи. На суд экспертов выставляются блюда, которые оцениваются не только по вкусу. Учитывается внешний вид расположения на блюде. Весомый показатель – рациональное использование продуктов. Многие критерии покажутся дилетантам незначительными. Но здесь все серьезно. Я очень рада, что мне представилась возможность стать председателем жюри по компетенции поварского дела. Вместе с профессиональной командой экспертов нам предстоит выбрать победителя, который достоин будет защищать честь нашей республики на самарском конкурсе «Портскилз России» 2015 год. Волнения конкурсантов вполне понятны. К этому соревнованию я готовился уже давно. И бывало то, что после учебы я оставался и готовился. Было, конечно, сложно, но к этому я шел долго. И надеюсь, что я сегодня показал себя. И было все красиво и вкусно. С прошлого года в фестивале принимают участие и кондитеры республики. Их задача, по мнению эксперта, немного сложнее. Сегодня они создавали невероятные торты, подобных которым на прилавках магазинов не увидишь. Конфеты ручной работы, а впереди еще изготовление композиций из шоколада и лепка из мерцепана. Думаю, что все участвуют здесь с радостью, потому что это очень интересно. Ну, хотя задания трудные, но я думаю, будет результат хороший. И будет первое место. Надеюсь, достойно кому-то точно попадется. Понятно, что юным поварам и кондитерам очень важно занять призовые места. Это оценка их способностей. Но все же главное – это любовь к профессии, глубокое погружение в таинство приготовления пищи. О таланте скажем мы с вами, когда попробуем блюда молодых участников конкурса. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. По окончании первого дня соревнований нашему корреспонденту удалось встретиться с заместителем директора ЧМК. Интервью с Игорем Поликарпом смотрите сразу после выпуска новостей. Международный женский день в столице Республики состоится. Самый женский, самый яркий и самый весенний автопробег. Организаторы хотят показать, что женщина за рулем – это не только красиво, но и безопасно. Вот уже в пятый раз в Чебоксарах проводится традиционный пробег «Красотка за рулем». Участницы продефилируют на своих автомобилях по городу от площади Республики до Национального музея. Маршрут пройдет по улицам Карла Маркса, Калинина, проспектам Ленина, Яковлева, Мира, а также вдоль Эгерского бульвара. Старт автопробега 8 марта в 12.00 на площади Республики. А позже в 13.00 на Красной площади начнется развлекательная программа – конкурсы и розыгрыши призов, где каждый из красавиц получит ценный подарок, а обладательницы самого украшенного автомобиля подарят главный приз. Ах, какая женщина! Это не только слова из известной песни, но и название конкурса. Проводится он в Чебоксарах уже не первый год и традиционно приурочен к 8 марта. Организаторы – женсовет и администрация города Чебоксары. Самые красивые, самые трудолюбивые, самые творческие, самые талантливые женщины живут в городе Чебоксары. Участниц конкурса в их выступлениях поддерживали мужья и дети. За звание «Самый-самый» в этом году боролась 11 – представительниц прекрасного пола. Они постарались подчеркнуть все свои достоинства. Эти праздники, мы считаем, для того, чтобы популяризировать именно семью, для того, чтобы молодые люди считали очень важным в создании семьи, чтобы мама и папа – это были те люди, которые достойно воспитывают своих детей. Звание «Ах, какая женщина!» было присуждено Светлане Григорьеве, художнику-постановщику Дворца культуры агрегатного завода. Такие конкурсы нужно проводить, это интересно, это интересно и для окружающих, это интересно и для нас, как бы, показать себя, да? Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика в 20.00». Оставайтесь с нами, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин